Итак, друзья, снова всем привет! Добро пожаловать на канал команды Taurus Gaming Revival! С вами Грайфокс Ирин. Привет-привет! Мы продолжаем читать Доки-Доки Литературный Клуб. И ой, что-то сейчас будет! После такой-то сцены с Сайори и такой-то сцены с Юри, они обе теперь встретились и... Ах! Да начнётся девичья драка за любовь! Ну, я не думаю, что... Да и Сайори, и Юри такие какие-то... Они скорее на себя руки наложат обе, чем драться с дуга. Ну, я... Да, я и преувеличила, конечно. Но мне кажется, всё равно драмы не избежать. Ладно, продолжим. Продолжим. Сайори? А? Ах! Привет, Грей! Сайори? Ты только... Только что не... Ой... Ой... То есть мы только что не... Не... Ничего не делали. Хе-хе-хе! Мы только что не облизывали друг другу пальцы, пока ты не виделась. Хе-хе-хе! Ой, да, это было что-то. Такие сценки... Всё в порядке, Грей. Я просто зашла поздороваться. Не вовремя. Эм... Рада тебя видеть. Прости, но я уже собиралась уходить. Ой, правда? Печалька. Хе-хе-хе! Мне очень жаль. Но мы всё ещё встретимся завтра на фестивале. Так что не переживай, ладно? Не буду. Сайори лучезарно улыбнулась. Хе-хе... Тогда... Увидимся завтра. Хе-хе-хе! Какая он... Убежала резко. Явно смутившись, Сайори поспешила ретироваться. Сайори помахала ей вслед рукой. Сайори. Я думал, ты не хотела заходить. Хе-хе-хе, ну... Передумала. Я пыталась отсидеться в комнате. Но моё воображение играло со мной в жестокие игры. О, да, я представляю себя. Хе-хе-хе... Ого. Эх... Поэтому я вынуждена была прийти сюда и сама всё увидеть. Что увидеть? О чём ты говоришь? Ну, узнаешь. Как весело тебе было с Юри, например. Да, очень весело. И как сильно вы с ней сблизились. Я хотела за тебя порадоваться. Ну, конечно. Ведь у тебя появились такие замечательные друзья. Это всё, что для меня важно. Из глаз Сайори покатились слёзы. А я тебе не нужна! Ладно, смеяться тут, конечно, нехорошо в такой ситуации. Это всё, что имеет значение. Почему меня терзают эти чувства, Грей? Я должна за тебя радоваться. Почему у меня такое ощущение, будто сердце разрывается напополам? Как больно. Всё так болит. Насколько всё было бы лучше, если бы я могла просто исчезнуть? Сайори, не говори так. Но это так, Грей. Не будь меня здесь, тебе не пришлось бы растрачивать на меня своё сострадание. Не пришлось бы мириться с моим эгоизмом. Моника была права. Мне нужно просто... Моника? Насчёт чего была права Моника? Сайори. Я тогда говорил всерьёз. Я не собираюсь это так оставлять. Забота о тебе, это вовсе не бремя, как ты можешь думать. Это одна из тех вещей, которые мне только в радость. То, что я никогда ни за что не... То, что я никогда ни на что не променяю. Даже если это займёт у меня всю жизнь. Я буду рядом с тобой до того самого момента, пока боль не уйдётся окончательно. Но... Сайори отвернулась. Я положил руку ей на плечо, чтобы придать ей уверенности. Мне страшно, Грей. Мне правда очень страшно. Чего ты боишься, Сайори? Я боюсь, что... Мои чувства к тебе сильнее, чем твои ко мне. Сайори? Всё так. Не правда ли? Я была слабой, и мои чувства к тебе продолжали расти. Я сама сделала это с собой. Грей. Ты нравишься мне так сильно, что я хочу умереть. А-а, логика, господи. Вот это признание. Ужас какой. Вот что я чувствую. И... И ещё. Достаточно, Сайори. Я не хочу, чтобы ты страдала ещё больше. Я нежно спустил свою руку с плеча Сайори и крепко сжал её ладонь в своей. Помнишь мои слова о том, что я знаю, что для тебя лучше всего? Ты всё ещё мне веришь? Сайори молча кивнула. Даже если ты не понимаешь своих собственных чувств. Я знаю, что тебе сейчас нужно больше всего. И я собираюсь дать тебе это. Господи. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Нет, пожалуйста. Не заставляйте нас это делать. Я не хочу. Нет. А-а-а. Мне просто физически больно. Сейчас за неё. Ох, он так Тафас на это начал, что нет другого варианта. Как закончить это в фразу. Ну, а мы же не можем так сказать. А то там Юрий чего-нибудь тоже потом... Ну, а-а-а, как ему там... Ну, да, хочется просто загорать. Чёрт. Ну, так что, выбор очевиден или не очевиден? Ну, я-то думаю, что очевиден, но... Блин. Давай, и жми уже куда-нибудь. А-а-а, ладно. Ты всегда будешь моей самой близкой подругой. Больше всего тебе нужно, чтобы всё было так же, как всегда. Моника рассказала мне о вашем разговоре. Она рассказала... Когда это она тебе рассказала? А-а-а. Ну, она вроде говорила что-то, да. Я, во-первых, не верил бы Монике, что одна девушка так тебе прям расскажет о том, о чём она говорила с другой. Учитывая, что говорили они о тебе. А-а-а. Потом она не так уж много и сказала там. Она рассказала, насколько счастливее ты стала после моего вступления в клуб. Я понимаю, что сейчас ты борешься с очень сложными чувствами внутри себя. Но... Пожалуйста, доверься мне. Я знаю, как лучше. И знаю, что сделает тебя счастливой. Я обещаю, что помогу сделать всё как раньше. Я... Поняла. Сайори вымочила улыбку. На её лице читалась боль. Ха-ха-ха. Значит, вот оно какое. Это чувство. Когда тебя бьют ножом в грудь. Надо бы про это стихотворение написать. Сайори. Всё нормально. Это моё наказание. Не забыл? За мой эгоизм. Поэтому... Пожалуйста, не обращай внимания на эти дурацкие чувства. Я знаю, что ты прав. Всё это время я понимала, что на этом пути мне не найти счастья. По этой причине я и пришла сюда. Чтобы получить ответ, который мне нужно было услышать. И ещё кое-что. Ты прав в том, что я хочу, чтобы всё было как раньше. Теперь я это осознала. Ты и правда знаешь меня лучше всех, Грей. Я могу доверить тебе что угодно. Что угодно. Так что... Улыбка Сайори вдруг прикосилась. Ох. Она развернулась ко мне спиной и упала на колени. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Отправшись руками за голову, она что есть в мочи закричала. Я был настолько шокирован, что не знал, как отреагировать. Поглянувшись, Сайори еще раз улыбнулась мне через плечо и убежала. Сайори! Мать твою! Кошмар! Я остался беспомощно стоять у своего дома. Почему я чувствую себя так ужасно? Не ты один. Я не смог бы сделать большего. Максимум, что я могу поддержать Сайори в ее чувствах и на этом пути, что она для себя выбрала. Каким образом, блин, в ее чувствах и на этом пути? Не знаю. Но мне понять чувства Сайори не легче, чем ей самой. Кхм! Пусть я могу ее утешить. Но я не могу избавиться от мысли, что мне нужно сделать нечто большее или просто другое. Да тут ничего не сделаешь уже. Эти мысли будут терзать меня, пока все не станет так, как раньше. Я приложу все силы. Сайори навсегда останется моей самой близкой подругой. Я сделаю все возможное, чтобы каждый день ее лицо украшало улыбка. Посмотрим, как это у тебя получится. Да уж. Наступил день фестиваля. Я был уверен, что из всех возможных дней именно в этот мы с Сайори пойдем в школу вместе. Но она не отвечала на звонки. Я думал зайти к ней домой, чтобы разбудить, но решил, что это немного через чур. Между тем, подготовка к мероприятию должна близиться к завершению. Плакат, который мы с Юрию нарисовали, высох, и я осторожно свернул его, чтобы забрать с собой. Она прислала мне сообщение, в котором Бергева попросила ничего не забыть, и я успокоил ее. Забавно. Но думаю, у нас с Нацихи схожие чувства относительно нашего выступления. Я больше жду того, когда мероприятие кончится, чтобы провести время вместе с Сайори и Юри. Но, зная Монику, уверен, что и оно выйдет отменным. Дрей, ты пришел первым. Молодец, что так рано. Странно, я думал, что здесь уже будет хотя бы Юри. Моника раскладывает по партам маленькие буклетики. Наверное, это те, что она готовила со всеми стихотворениями, которые мы будем читать. В конце концов, я просто отыскал в сети какое-то стихотворение, которое, как мне показалось, понравится Монике. Его-то я и зачитаю. Я удивлена, что Сайори не с тобой. Она опять проспала. Вот ведь Соня. Да какая там Соня? Ты же знаешь, почему это все. У него амнезия, наверное. Наверное. У Сайори депративное расстройство, у Грея амнезия, у нацики мания величия, а у Юрия маниакально-депративная. А вот насчет Моники я не знаю. Вот, Моника. Вот пообщаемся с ней, тогда я буду ставить диагноз. Я доктор Грей, да? Да, 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 да. Конечно. Я-то думал, что в такой важный день она могла бы и приложить немного больше усилий. Тут я вспомнил о том, что Сайори сказала мне вчера. Я-то говорил. Амнезия. Склероз. Мне стало стыдно, ведь я для нее все далеко не так... А, ведь для нее все не так просто. Я сказал это только потому, что привык так думать. Но, может, все-таки нужно было пойти и разбудить ее? Ха-ха. Грей, тебе следовало бы взять на себя хоть какую-то ответственность за нее. В смысле, после того вашего вчерашнего разговора. А ты откуда знаешь? Вот вы все в курсе, сплетницы. Ты понимаешь, что оставил ее в подвешенном состоянии? Разговора? Моника, тебе о нем известно? Разумеется. Я ведь президент клуба. Да, и как это связано? Не, но... Я запнулся в смущении. Сайори что, правда так быстро все ей разболтало? Что я, по сути, отверг ее признание? Это выставляет меня в плохом свете. Ну, мне виднее, как будет лучше для нее, а ведь так? Да при чем тут лучше для нее, чувак? Да блин. Ты не знаешь всей ситуации, так что... Не волнуйся. Пожалуй, я знаю куда больше, чем ты думаешь. А? Моника стала... Моника, столь же дружелюбна, как и всегда. Но от ее слов у меня по спине почему-то пробежали мурашки. Эй, хочешь посмотреть наши буклеты? Получилось просто замечательно. Конечно. Я взял один из разложенных на фартах буклетов. Да, они действительно хороши. Подобное обязательно поможет заставить людей серьезно относиться к нашему клубу. Да, я тоже так думаю. Я полистал страницы. Стихотворение каждого участника напечатано на отдельной странице, что придавало буклету почти профессиональный вид. Я узнаю стихотворение, которое читали на репетициях Нацуки и Юри. Что это? Я нашел стихотворение с Сайори. То, которое она нам не показала? Последнее. Да, наверное. Не то, которое она читала на репетиции. Этого я еще не видел. О, Господи Боже. О, нет. Убирайся из моей головы. Убирайся из моей головы. Прочь из моей головы. Убирайся из моей головы. Убирайся из моей головы, пока я не сделала то, что тебе... Что тебе же лучше. Убирайся из моей головы, преди чем я прислушалась ко всему, что она сказала. Убирайся из моей головы, прежде чем я покажу, как сильно я тебя люблю. Убирайся из моей головы, прежде чем я закончу это стихотворение. Но стихотворение никогда не закончится, оно просто перестает двигаться. Как это крипово. Матерь Божья. А? Что это такое? После того, как я его прочитал, мне стало жутко не по себе. Грей? Что случилось? А, да нет, ничего. Все в порядке. Это стихотворение кажется совершенно не похожим на все остальные написанные Сайори. Вообще не похожим на стихотворение. Кроме того. Я передумал! Я все же пойду за Сайори. А, ну ладно. Постарайся сильно не задерживаться, хорошо? А, может не будем за ней ходить? Мне кажется, я знаю, что я там увижу. Я не хочу этого... Я быстро вышел из класса. Ну как это не ходить? Надо хоть попытаться истраивать свою ошибку. Да мне кажется, там уже все. Не напрягайся так. Сказала мне вслед Моника. Я прибавил шагу. О чем я только думал? Я должен хоть немного стараться ради Сайори. Ты просто идиот, чувак. Или у тебя склерозом, низы, я не знаю. О чем ты думал? Подождать ее или же разбудить? Не такое уж большое дело. Даже такая мелочь, как совместный поход в школу, сильно ее обрадовала бы. Кроме того. Вчера я сказал ей, что все останется так же, как и прежде. Это все, что ей нужно и то, что я хочу ей дать. Это то, что ты хочешь ей дать, но не то, что ей нужно. Но ты же не можешь дать ей большего. Я дошел до дома с Сайори и постучал в дверь. Я не ожидал, что она ответит, ведь ее телефон тоже молчал. Как и вчера, я открыл дверь и вошел без приглашения. Сайори, она спит очень крепко. Я сглотнул. Не верится, что я действительно это делаю. Бужу ее в ее собственном доме. Дешка муж смахивает на то, что сделал бы парень для своей девушки. Разве не так? Что? В любом случае. Мне просто кажется это правильным. Я постучал в дверь комнаты Сайори. Сайори? Подъем, Соня! Ответа не последовало. Я глаза уже закрываю специально. Мне... Это что там? Там какая-то крепота такая что-ли будет. Я боюсь, что будет. Мне очень не хотелось вот так вламываться в ее комнату. Ее там что, Сая съела? Или что-то может быть криповее. Да не дай бог. А разве это не вторжение в личную жизнь? Ну она просто не оставила мне иного выбора. Я медленно открыл дверь. Что там написано было? Ты у нас специалист по языкам. Я не заметил. Типа ошибка, исключение, вылет, что-то такое. Да, это похоже так и задумано. Но я думала... Ну ладно, потом. Ошибка в линии 307, что-то там такое. Какого черта? Какого черта? Мне снится кошмар. Да, да, так и есть. Это не взаправда. Такого просто не может быть. Сайюри не сделала бы этого. Я еще несколько дней назад... Почему такая музыка играет на фоне? Не знаю. Еще несколько дней назад все было в полном порядке. Поэтому я не мог поверить тому, что прислал перед моими глазами. Чувак, если то, что было вчера, это в порядке, то я даже не знаю. О, господи, хотя бы убрали это. Это вообще очень жутко смотрелось. Я подавил позыв к рвоте. Только вчера. Я сказал Сайюри, что буду с ней. Сказал ей, что знаю, как лучше, и что все будет хорошо. Так почему? Как она могла это сделать? Как мог я оказаться настолько бесполезным? Что я сделал неправильно? Отверг ее признание? Должно быть, именно это столкнуло ее в пропасть. Ее мучительный вопуль до сих пор эхом отдается у меня в голове. Почему я сделал это с ней, когда она нуждается во мне больше всего? Почему я был столь эгоистичен? Это полностью моя вина. В голове роились мысли о том, что я мог бы сделать, чтобы предотвратить это. Если бы я просто проводил с ней больше времени, провожал ее в школу, дал ей то, чего, как я знал, она хотела от наших отношений, тогда я мог бы это предотвратить. Знаю, что мог бы. К черту литературный клуб! К черту фестиваль! Я потерял лучшую подругу. Подругу, с которой вместе рос. Ее больше нет. Что бы я ни сделал, ее не вернуть. Это ведь не такая-то игра, где я мог бы загрузить сохранение, попробовать изменить выбор. У меня был всего один шанс, и я оказался недостаточно внимателен. И мне не избавиться от этой вины до самой смерти. У моей жизни не было ничего важнее нее. И все же, я не смог сделать того, что ей было от меня нужно. И теперь, мне уже никогда этого не изменить. Никогда. Никогда. Ну, а где хорошая концовка с Юрией? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как бы... Это очень странно. Господи боже. Моника, что с тобой случилось? Да это не Моника, это как раз-таки Саюри. Жуть. И в чём же, собственно, суть? Мне интересно. То есть суть в том, что мы как бы стараемся ради одной девушки, а в итоге выходим на другую, и тут нам главное не сделать ошибку, так что ли? Да нет, в чём суть вот этого вот? И того, что нам показали, вот какие-то программные ошибки и что-то такое. Ну, это может в конце выяснится, когда все рвуты пройдены будут. Да, может быть. В принципе, это, наверное, самая ожидаемая концовка, потому что, когда первый раз ты выбираешь слова, не знаю, как это всё работает. Наиболее вероятно, что стихотворение именно Саюри понравится. Может, поэтому так всё и получилось. Если бы мы... Ну вот, первое стихотворение ей понравилось, если бы мы и остальные для неё писали. Может, что-нибудь изменилось бы? А может, там какая-нибудь другая девушка начала бы подобное высказывать её тоже? Ну, может быть. Вот неизвестно. Это надо проверять. А ещё я хочу проверить вот это вот, что теперь такое появилось. Новая игра, видимо. Ох ты ж... Чё? К такому меня жизнь не готовила. А, ну и... Ага. Её забыл. А, это вот. Это, получается, теперь все слова Саюри такие были? Наверное. Жесть какая. Ой, вошь ты мой. Ой, блин. У меня, блин, Дэнди так не глючило. Ах. Познакомлюсь с девушками или что-нибудь в этом духе. Но у меня совершенно нет мотивации вступать в какие бы то ни было клубы. Я был вполне доволен своей ничем не примечательной жизнью. А свободное время проводил за играми и аниме. Конечно, есть клуб любителей аниме. А пропуск-то не работает? Что? Пропуск-то не работает, что ли? А, ну вот я не знаю. Ну, если нет Саюри, мы, значит, в клуб не вступим? Нет, пропуск нифига не работает. Собрал вещи, я тупо уставился в стену, пытаясь отыскать в себе хоть каплю мотивации. Клубы. Нет ни одного, который бы меня заинтересовал. Кроме того, в большинстве из них, наверное, слишком высокие требования, чтобы мне захотелось с ними связываться. Думаю, мой единственный выбор начать с клуба любителей аниме. Да, чувак, вступай туда. Не надо никакого литературного клуба, там какая-то крепота творится. Действительно, ну его нафиг. Это твои слова. Так, интересно только кто их произносит, страшно уже. Грей? Угу. Моника? Моника. Боже, я совершенно не ожидала тебя здесь и видеть. Давно не виделись, да? А, ну да. Моника приветливо улыбалась. Мой знакомый... Ма, мы знакомы. В прошлом году мы учились в одном классе, хоть и общались и нечасто. Моника, наверное, самая популярная девушка класса. Умная, красивая, спортивная. В общем, совершенно не моего уровня. Поэтому, от ее искренней улыбки, мне даже стало немного неловко. Так, зачем ты сюда пришла? О, просто ищу кое-какие принадлежности для клуба. Не знаешь, есть ли здесь ватман? Или маркеры? Думаю, тебе надо заглянуть в кладовку. Ты же в дискуссионном клубе, верно? Ха-ха-ха, насчет этого. Из дискуссионного клуба я ушла. Правда? Почему? Ну, откровенно говоря, меня воротит от всех этих политических интриг в крупных клубах. Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили о бюджете, рекламе и подготовке к мероприятиям. Я же хотела заниматься тем, что мне действительно нравится, и сделать из этого нечто особенное. И к какому же клубу ты решила присоединиться? Вообще-то, сейчас я основываю новый. Литературный клуб. Литературный? Звучит довольно скучно. И сколько членов ты уже набрала? Эм... Не одного, да? Ты будешь первым. Ха-ха-ха. Не хочется признаваться, но нас пока только трое. Очень тяжело найти новых членов для того, что звучит настолько скучно. То есть, они без Сайори там теперь. Нет. Трое, это с Сайори, значит. А, нет, подожди. Ну смотри, Моника, Юри, нацики, вот трое. Нет, вопрос в том, посчитала ли она себя членом клуба. Ну, мне кажется, посчитала, она же его основывает. Ну, президент... Ну, она сказала, нас только трое, а не... А, ну, это я понимаю. Ну, знаешь, на самом деле это вовсе не скучно. В литературном клубе можно заниматься чем угодно. Читать, писать рассказы или стихи. Ну, мы уже поняли, что там весело, да. Одна из наших участниц даже хранит в клубной комнате свою коллекцию манги. Подожди, серьезно? Да, забавно, правда? Она вечно настаивает, что манга это тоже литература. И ведь она права. Кроме того, участник есть участник, верно? Моника сказала, она? Хм, хм. Слушай, Грей, может ли быть, что ты все еще ищешь, в какой клуб вступить? А, думаю, в какой-то мере, но... В таком случае, есть ли шанс, что ты окажешь мне небольшую услугу? Я не стану просить тебя присоединиться, но... если бы ты мог просто на минутку заглянуть в наш клуб, я была бы просто счастлива. Пожалуйста. Эм... В принципе, у меня нет причин отказываться. Кроме того, как я вообще могу отказать такому человеку, как Моника? Конечно, думаю, я могу зайти. Грей... Ах, это прекрасно. Ты такой идушка, Грей, ты знаешь это? Скажешь тоже. Ну что, пойдем тогда? Я так понимаю, после плохой консольки с любой из девушек мы можем проектировать Моники. Ну, наверное. А может быть и нет. А может быть она сейчас станет нам как-то намекать, что мы плохо поступили с Сайори и мы виноваты. Такое тоже может быть. Ну-ну. Поищу материалы в другой раз. Ты гораздо важнее. Какая-то слишком она настойчивая. Не нравится мне это. Сегодняшний день был увековечен тем, что я продал душу Моники и ее неотразимая жизнь. Чувак, смотри, как бы ты ни оказался правее, чем ты думаешь. Действительно. Я робко последовал за Моникой по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле отданы под учебные классы третьеготские и клубы. Я был не часто. Происполненное энтузиазмом Моника распахнула дверь класса. Я вернулась и привела с собой гостя. Оу. Ай, Юрий, не пугай так, пожалуйста. Гостя? Серьезно, ты привела парня? Отличный способ убить здесь всю атмосферу. Не вредничай, нацуки. Кстати, добро пожаловать в клуб Грей. от увиденного я потерял дар речи. В этом клубе? Полно невероятно симпатичных девушек. Но уже меньше, чем в прошлый раз. Ну да, Сайори все-таки нет. Так, дай угадаю. Ты парень Моники, верно? С чего такие выводы-то сразу? Что? Нет. Нацуки. Очевидно, это недружелюбную девушку зовут Нацуки. Она мне не знакома. Ее маленькая фигурка словно говорила о том, что она только поступила в старшую школу. В общем, это всегда полная энергия Нацуки. Если это все будет продолжаться именно так, на два голоса читать это будет как-то сложно. Потому что пропускать мы не можем. А без Сайори, видимо, тут будет куча новых сцен. Если, конечно, мы сейчас не вырулим на какую-то танцовку. Внезапно. Без повторения всего цикла. Да уж. А это Юрий, вице-президент клуба. О, приятно познакомиться. По сравнению с остальными, Юрий выглядел куда более зрелой и робкой и кажется, ей было тяжело находиться в компании людей типа нацити. Да, мне тоже приятно с вами познакомиться. В общем, я зашла в один класс за предназмерностями, а там еще был Грей. Мы разговорились, и он решил заглянуть к нам в клуб. Это ты его затащила сюда. Разве не здорово? Стоп, Моника. Разве я не просила заранее сообщать мне, прежде чем привезти новичка? Я собиралась, ну, ты знаешь. Что ты собиралась? Кексики испечь. Прости, прости. Я не забыла, просто случайно с ним столкнулась. Раз так, мне следует заварить чай, да? Было бы здорово. Грей, почему бы тебе не присесть? Девушки сдвинули несколько парт, чтобы сделать большой столк. Юри прошла в угол комнаты и открыла кладовку. Тем временем Моника и Нацуки уселись друг против друга. Чувствуя себя все так же неуютно, я сел рядом с Моникой. Я знаю, что ты не собирался сюда приходить, но мы позаботимся, чтобы ты чувствовал себя как дома. Хорошо? Как президент литературного клуба, я обязана сделать его веселым и увлекательным для всех. Удивительно, что в клубе пока так мало людей. Наверное, тяжело создавать новый клуб? Можно и так сказать. Немногие люди жаждут вкладывать все силы в создание чего-то совершенно нового. Особенно, если это что-то не привлекает сразу твое внимание. в нашем случае литература. И тебе приходится много работать, чтобы довести до людей, насколько она может быть веселым и благодарным занятием. Так, ладно, мы это все видели. Давай я прощелкаю немножко и посмотрю, что там нам нацик, тексики тексики в этот раз даст. Так, ладно, мне просто нужно как следует подходит со содержимой ситуации, я говорю, мне обязательно удача. Ну да. А, нет, стих все-таки пишем. Да, вот, собственно, мы пишем теперь стих. Давайте посмотрим, как в этот раз это будет работать. Покореженный... Вау. Что? Да, хотим. Ой, господи, что тут? За особое стихотворение ни хрена с не видно. Смотри, а Моники так и нет. Только эти остались. Но у нас есть нацики и Юри. Что мы будем делать? О, я что-то даже не знаю. У меня есть два варианта. Либо сто процентов Юри писать стихи. Только те слова, которые ей нравятся выбирать, все выборы делать в ее пользу. Либо сделать 10 на 10, но это сложнее. Я не знаю, может попробуем 10 на 10? Просто я не вполне не знаю. А, это нацуки милые слова нравятся. Просто мне интересно, с кем мы тогда получим сценку, если будет равное количество голосов и стих всем понравится. С Моникой может. Ха-ха-ха. Ой, ладно, я чувствую, мы пожалеем об этом. я уже жалею. Какое там вечность нравилась этой? Юрия, ну, возможно. Так, ну, хорошо, теперь берем нацуки. Ну, зефир, я думаю, Юрия. Ага. Энтропия. Дезориентация, я тоже думаю, подошла бы. Так, молоко. может праздник? Так. Ну, тут понятно, я думаю. Тортия. Леденец. Так. Обида, может, или ужас? Ужас. Да. Проще стало как-то, но... Пузырьки. А, ну да, было такое, да. Вспоминаю. Смятение или грезы. Смятение. Так. Котенок. Котенок. Послеобраз. Так. Ваниль. Можно. Ну, кролик тоже. У нас все кулинарное будет у нас. Так. Ваниль. Ваниль. Блаженства, восстанания нет. Что-то такое надо. Катастрофа, может. Нет. Неправильное выбор. Так, теперь надо на Юри выбрать. Два. Меланхолия. Мучительный. Что? Ну, что-то из двух, неважно, наверное. Пас. И еще одно, сверхъестественный. Два. Да. Снова наципси. Сенок. Смерть. Что? Смерть можно. Мышь, интересно, нет. Мышь, наверное, странно. Радость может. Да. И последнее. самоубийство. Та вашу шмать. Бойня самоубийства. Ну, слезы. Не, слезы я не уверена, не знаю. Так. И клубника. Ну вот. Все поровну. Так, доброе утро, Грей, говорит Моника, но мы не будем с ней. общаться, она что-то какая-то стрёмная. Давайте я опять перемотаю. Ой, господи, боже, что это? Может, тут новые диалоги появятся. Или теперь это каждый раз будет. Вот эти скримеры. Ух ты. блин. Ахахахахахахахахаха. Моник. Что? Ахахахахаха. За что? Нацуки, за что? Глючит все, глючит, да. Ой, 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 ой. Моника, нам не видно, убери свою задницу. У него волосы слишком длинные. Я хочу промотать именно туда, где мы будем читать друг другу стихи. В итоге, я смотрю, что мы, похоже, получим сцену опять с Юри. Все ведет к Юри. На этот раз нам черный цвет то ли нас просто пугает, то ли нам пытаются что-то подсказать. Как раз против таких читеров, которые прощелкивают текст, не считая, как я. Возможно. Ну, то же самое все идет, да. Что-то у нее выражение лица, по-моему, раньше другое было. Господи. Кому показать стихотворение? А у нас разве был выбор показать стихотворение Юри? Когда? В первый раз, что ли? Ну, да. Опа, был же. Мы же всем показывали. Нет, вот сейчас, когда я пролистывал, мы разве выбирали уже такой вариант? Нет, мы ей не показывали. Нам просто сразу подставили сцену с Юри. То есть мы теперь на умолчанию на нее, что ли, пойдем? Странно. Не знаю. Сейчас посмотрим, что нам скажет Нацике. Я вчера сказал Нацике, что мне понравились ее стихи. Наверное, будет справедливо, если я скажу, покажу его в первую очередь ей. Ммм, она говорит то же самое, по-моему. Ммм, я в любом случае не вижу, потому что что-то вообще связь упала сильно. Ох, в общем, жуть какая-то творится. Вроде бы и идет все как обычно, но то выделяются какие-то слова темным цветом, то вот такие вот глюки возникают. Да, у меня опять изображение пропало, я только звук слышу. Ой, ну ладно. А, вот, теперь есть все мое. А что Нацике, Юрий? Кого поддержать? Да, кого поддержать? Каких их знает. Вообще не представляю. Хотя я не успел прочитать, может быть, черный текст был какой-то изменен. А она спрашивает наоборот. Кого я не хочу поддерживать, но... Ладно. Юрий. Юрий. Я сказал Юрий. Ха-ха-ха-ха. Что происходит? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эм, ну да. Скажи нам что-нибудь. Майор. Ты объяснись как-нибудь. Эй, Грей. Почему бы нам немного не прогуляться? Я не хочу! Ты не против? Всегда мечтал. Хо-хо-хо-хо-хо! Эх-х... Прошу прощения за случившееся. Не стоило им пытаться втянуть тебя в это. Думаю, лучше нам держаться подальше от их склок. Вернемся внутрь, когда они перестанут голосить. Никудышный из меня президент, да? Да, это точно. Не могу даже справиться с членами собственного клуба. Хотела бы я уметь быть порой более настойчивой. Но мне никогда не хватало духу проявить твердость. Ты же понимаешь меня? Как бы то ни было. Если после этого ты захочешь проводить с остальными меньше времени, ничего страшного. Я буду рада проводить время с тобой вместо... Вдруг из класса выскочила нацик. Кошмар. Она быстро убежала прочь. Боже. Кажется, они закончили. Не это хотела сказать. Моника просто в наглую все внимание передирает на себя, что ли? Типа, забудь о них. Вот я такая прекрасная, давай со мной. Ну, походу. Ну, она это очень жутко делает. Кошмар. А Юри заклинила. Не это хотела сказать. Ага, Юри сломалась все. Юри сидела за партой и раскачивалась взад-вперед, закрыл лицо руками. Юри. Я не это хотела сказать. Я... Да я верю. Не представляю, что Юри могла сказать нацике. Или сказала. Грей. Пожалуйста, не надо думать обо мне плохо. Пожалуйста. Я не такая. На меня сегодня что-то нашло. Все хорошо, Юрий. Мы знаем, что ты не имела в виду ничего такого. Кроме того, я уверена, что до завтра нацике обо всем забудет. Полностью. Полностью. Моника, как ты меня пугаешь, господи. Как бы то ни было, собрание окончено. Так что, если хочешь, можешь идти домой. Мне показалось, что Юри хочет что-то сказать. Но она продолжала смотреть на Монику. Ну, можешь идти первой, Моника. Мне хотелось бы еще немного побыть здесь. Как президент, я должна уходить последней. Ну, еще вы давайте подеритесь тут, ага. Подожду тебя. А можно я уйду? А вы тут ждите друг друга до постеления. Ну, я вице-президент, так что... Пожалуйста, позволь мне сегодня взять этот долг на себя. Звучит так, как будто ты почему-то не хочешь, чтобы я была рядом, Юри. Это не так. Это не так. Я просто... Грей, я толком не имели возможности обсудить мою книгу. Просто неловко получится, если ты будешь слушать. Получается, выбора у меня все равно нет. Прости, что причиняю проблемы. Но я искренне ценю твое понимание, что это, черт побери, было. Я не знаю, что это за чертовщина происходит. Ну, давай заканчивать серию, пожалуйста. Да, мы заканчиваем на этой серии. Я и так запарюсь ее монтировать. Я представляю. Я так понимаю, это началась основная часть игры, которую нам пытался заспайлерить один нехороший человек. Да много кто, на самом деле. Что-то какая-то дичь происходит, но я предлагаю действовать следующим образом. Мы будем упорно идти за нашей любовью, Юрия. Пускай Моника обломится. Ну, ладно. Ну, что получится, увидим уже в следующей серии. На сегодня это все. Это был какой-то жуткий ужас. Ну, надеюсь, вам понравилось, да. Доки-доки, ужасный клуб. Все, приходите попозже. До свидания всем. Всего хорошего. Всем удачи и всем пока.